Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан и сегодня у нас мексиканская реакция. Я уже вам рассказывал об этом человеке, на канале есть две переведенные его реакции. Хочу лишь добавить, что Еска один из самых недооцененных реакционеров. Всем приятного просмотра! В глаза сразу же бросается вот этот трон. Этот огроменный трон. Золотой трон, на котором сидит Димаш. И он начинает петь с таким звучанием в поп-стиле. И звучание самой песни напоминает что-то вроде романса. Но это не прям романс, потому что здесь ритм немного быстрее. Вот послушайте. Здесь быстрый темп. Ох, что сейчас будет. Ох, что ща начнется. Потому что все говорит об этом. Я про этот драматический момент. И нам уже понятно, кто здесь в роли наложницы. Об этом можно догадаться по звучанию. Это такой нежный женский тон. У Димаша, у него тоже похожее звучание. Но это все сделано больше для поддержания гармонии. И если так посудить, то нет большой разницы в звучании Димаша и китайского певца. Но отличие в самой утонченности звука. Димаш все-таки больше звучит как мужчина. А китайский певец больше как женщина. О нет, только не это. Ну че, пошла жара. Извините, что останавливаю так часто. Но с Димашем по-другому никак. Я постоянно делаю паузы, потому что он удивляет меня каждым своим движением. Своей вокальной бескрайностью, которую мы уже видели в других видео. Но я никак не ждал вот этот гортанный звук. Невероятность его голоса в том, что он может вознести тебя высоко в рай и уже в следующий момент провалить тебя глубоко в преисподнюю. Впечатляющая многогранность голоса в одном человеке. Человек, в котором столько вокальных тонкостей. Боже, что происходит? Да вы шутите. У нас тут один лучше другого. И я хочу сказать вам заранее, что я буду сходить с ума. Я еще не потерял эту способность удивляться, когда слышу такое. Давайте-ка сделаем вот что. Закройте свои глаза. Закройте свои глаза, что бы вы ни делали. Если вы за рулем, не надо. Я не хочу быть причиной дорожной аварии. Но все-таки попрошу вас закрыть глаза. И вы увидите перед собой женщину. Это же женщина женщиной. Боже мой. Эйот. Да какого хуана? Какого хулио здесь творится? Всё, я Себастьян. Тушите свет, сушите весла. Что это, чёрт возьми, было? Я уже не знаю, сколько раз вот это происходило со мной, когда я слушал Димаша. Люди, ну это же абсурд. Знаете, все эти реакции на Димаша, это как воспоминания, это как флэшбэк. И я не скажу, что из всего увиденного у Димаша, это удивило меня больше всего. Но без сомнений, это входит в топ-3 вещей, которыми Димаш меня поразил. Мы также должны похвалить и китайского певца, который так утончённо поёт. В его голосе можно услышать, когда он вдруг переключился и начал петь высоким оперным голосом, там были женские голосовые оттенки. Это, знаете, как сказать, я к тому, что они оба удивительные, они оба делают поразительные вещи. И когда эти два голоса звучат вместе, кажется, будто это один голос. Им удалось идеально объединить между собой свои голоса. Эта песня из фильма «Пятый элемент» называется «Дива Дэнс». И в фильме эту песню исполняет инопланетянка, потому что она кажется невозможной. Просто хочу сказать, что если существовал бы конкурс по свисковым нотам, и там нужно было бы петь только свисковым регистром, без никакого фальцета, то тут, как ты сомбреро не крути, Димаш был бы победителем, потому что его свисковые ноты недосягаемые. Нет такой гитары, которая возьмёт вот эту ноту. Вот нет такой гитары, и всё. Я думаю, нет смысла вам это доказывать, потому что я точно знаю, что нет такой гитары, которая достигнет уровня вот этой свисковой ноты. Итак, давайте заново послушаем это все вместе, потому что у меня такое ощущение, как будто я сплю. Как будто этого не было. У них как будто дуэль, да? Это без сроку, без даты. Я думаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю, я я в шоке как он может вот так просто менять форму своего голоса мы же слышали только что совсем другой голос и он был такой тоненький как ниточка а сейчас и потом сразу же после свистковой ноты он взял сверх тяжелую ноту как он делает эти переходы это все равно что переключиться с четвертой скорости на первую что убьет любую машину это ведь очень сложно сделать и еще раз послушаем вот это так это было немного ранее вот это слышали как это началось я хочу чтобы вы услышали эту ноту которая следует после свистковой ноты боже мой с какой он планеты да вы угораете от меня это прозвучало довольно посредственно а а а а а а а а Как же это красиво! И опять же, это настолько цепляет меня, настолько трогает меня. И когда мне говорят, что эти двое — это просто люди, такие же, как вы, как я, с двумя глазами, с двумя ушами, носом, и они вытворяют такое, отчего меня так будоражит. Сейчас меня переполняют эмоции, и я смотрю на это все мокрыми глазами, потому что я просто не верю в то, что слышу. Да, такое случается со мной, когда я слушаю грустные песни, но такое еще и случается, когда я просто не верю своим ушам. Другими словами, я хочу сказать, что это покоряет меня, но мне не верится в происходящее, и из-за этого мои глаза слезятся. Это все равно, что стоять перед неописуемым пейзажем, от которого захватывает дух, и не верить своим глазам. Это так сильно тронуло меня. И этот китайский певец, он показал нам, что может петь не только женским голосом. Он может петь в таком традиционном стиле, что-то вроде… Понимаете? Я не знаю, как вам это объяснить. Я ссылаюсь на вот это последнее, что мы увидели здесь. Это было что-то вроде традиционной китайской музыки, и для меня это прозвучало как разговор между мужчиной и женщиной. Подождите-ка, это… Мое почтение им обоим. Слышали вот это? Я даже не знаю, как выразить это. Вот эти маленькие шажки. Вообще не понимаю, как ему удается делать это вот так хорошо. И тянуть свой голос вот так. Слышишь. 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 Или ты не поменусь. Это семья, если не приходится. И так быстро. Помимо тебя, что это нужно. А ну так хорошо. А здание предлагается. Ах, уехал я, далеко-далеко. Это самая сложная. Я не знаю, может и не самая сложная песня, но это настолько сильно ударило по мне эмоционально. Я про песню, у меня просто нет слов. Мы отправились в некое вокальное путешествие, где были различные типы голоса, разные стороны вокала. И все это произошло за несколько минут. Что мы только что прослушали? К тому же это было очень театрально. Я не знаю, я до того был шокирован вокалом, что я даже не заметил всех этих танцоров, всю их хореографию. Это они виноваты. Я был полностью погружен в это выступление. И здесь в конце было кое-что еще. Вот начало путешествия. Вот здесь я уехал. Он прошелся по всему среднему голосу, пока не достиг высоты. Потом фальцет и неожиданный взрыв в самом конце. В этом потрясающе высоком тоне. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась эта реакция, пожалуйста, подпишитесь на его канал. У него всего 13 тысяч подписчиков. Я думаю, он будет вам благодарен. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok